Всем огромнейший приветик! Когда я получила посылку от канала такая история от Алены, я там сказала, что я никогда не видела кукурузное масло. Когда мне София Беловина прислала лимонный сок в бутылочке, я тоже его никогда не видела. И я тоже про это сказала. Потом, после съемки видео, я все-таки так задумалась, что мне стало немножко стыдно, что про меня подумают люди, что я этого всего не видела. Но, когда я создала видео по поводу торта своего ПП-рецепта, там был рецепт крема у меня на йогурте. И мне писали, как на кулинарном канале, так и на влоговом, а что такое загуститель сметаны и чем его можно заменить. Так вот, я подумала, Валя, не все так плохо. Я купила специально все в магазине, дивиться, сгущивать сметаны. Вот так он выглядит. Ну, я думаю, на русском, как он будет переводиться, загуститель сметаны. Если я не права, поправьте меня в комментариях и, извините, если же не так. Так, сейчас я вам прочитаю, он у нас, смотрите, 2 гривни. Сейчас я вам почитаю, как им пользоваться. Вес тут 12 грамм. Спосіб використания. Вміст пакета додати в суммеш, что потребует загущения и взбить миксером. Одного пакета достаточно для загущения и надания кремоподобного стану 400-500 мл продукту. Перевожу на русский. Значит, как же перевести на русский? То, что тут находится в пакетике, его надо всыпать в сметану, в 400-500 мл сметани, взбить миксером, ну, по вкусу сахар добавляйте. Я взяла просто прошлый раз йогурт. Взбила оцим загустителем сметаны и получился у мене крем, ну, по консистенции, похоже, он на заварный крем больше. Вот, конечно, домашняя сметана не так будет, якщо вы зібьете її. Но часто таким згущивачем пользуються. Я дивлюсь кулинары, кондитеры. Я цим, значит, згущивачем довольна. Можу смело рекомендовать. Так что спасибо вам за ваши комментарии. Я дуже рада. Пишите хищеменики, есть вопросы, возможно, советы нужны. Чем рада, чем может, им поможу. Всегда рада, как я кажу. Будьте здоровы! До новых видео! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok